Всем привет! Талян Джарпарком и я дарусь до того, что хочу помочь людям. Тем людям, которые хотят себе сделать парную и одновременно это те люди, которые ходят по общественным баням. Вот смотрите, просто вот для примера. Я сегодня в бане губернии и я сегодня буду тобой. То есть я пришел в баню попариться. Здесь баня. На что мне обращать внимание, чтобы понять, как сделать собственную парную? Вот на что внимание обращать про этот ролик? То есть ты не просто приходишь попариться, а ты приходишь попариться еще, чтобы сообразить, а как мне сделать получше. Поехали. Итак, первое. Вот ты заходишь. Что тебя встречает при входе? Естественно, дверь. Вот, к примеру, у тебя здесь парильщик. Ты его спрашиваешь. Как дверь-то вообще? Меняли? Есть проблемы? А он тебе говорит, меняли или есть проблемы, или нет проблем. На что ты обращаешь внимание? Что в общественных банях обычно используются трехпетельные двери. Петли бывают кругленькие, это бюджет, и бывают прямоугольные. То есть чем чаще ты открываешь дверь, тем больше у тебя вариантов, что износятся вот эти вот части, да? Ну и ты, естественно, спрашиваешь, меняли? Клинит дверь? Там косит? Там еще что-нибудь? Дальше. Обращаешь внимание на ручки. Вот смотри, здесь ручки с двух сторон из дерева. При этом дерево не прокрашено. Про прокраску тоже два момента. Вот смотри, здесь пропитка насквозь, а, к примеру, вот здесь вот прокраска. И разницу ты видишь. То есть укрывная краска, это явно не пропитка. И поэтому, если ты хочешь, чтобы твои ручки служили как можно дольше, ты их можешь сам пропитать. Не прокрасить, а пропитать. Дальше, на что обращаешь внимание? Бывают ручки вот здесь со стороны парной дерева, а здесь алюминий. Алюминий, конечно, лучше, но дороже. Следующее, на что ты обращаешь внимание? На толщину двери. Бывают тоненькие, бывает толстые. Вот ты берешь толстую, она вот так вот даже не шатается. Дальше ты просто обращаешь внимание на дизайн. К примеру, вот эта матовая. Нравится тебе, не нравится? Выбираешь, думаешь сам. На матовой поверхности всегда будут какие-то вот такие вот артефакты от воды. На прозрачной? Нет. Дальше. Вот ты заходишь в парную. Куда ты можешь смотреть? Ты можешь посмотреть на пол, можешь посмотреть по центру, первый взгляд кинуть. Можешь посмотреть на потолок. Но, допустим, мы будем смотреть сейчас, начинать с пола. Итак, вот парная. Здесь порядка 18-20 кубов. Что здесь на полу? На полу здесь плитка. Как ты видишь, два сливных отверстия из нержавейки. И сделана разуклонка. Рукой смотришь, теплый пол, холодный пол. К примеру, здесь сейчас холодный пол. Снимаешь тапочки, проходишься, понимаешь, нужен тебе теплый пол или не нужен. Может, ты снял два шага, сделал и сразу на полуг прыгнул. Так. Это на твой выбор. Я ничего не критикую, я показываю. Дальше. Ты обращаешь внимание на то, как полки прикреплены к полу. Ну, как они стоят. И видишь, что конкретно здесь стоит на ножках из нержавейки. И не гниет. А лавочка, к примеру, не стоит на таких ножках. Вода касается и начинается от потемнения. Это тоже важно. Дальше. На что еще можно обратить внимание? На крепежные элементы. Вот, к примеру, видишь, здесь они черного цвета. И началось вот всякое засиживание мухами. А вот здесь вот нержавеечка. И таких проблем нет. Дальше смотришь. Вот здесь вот широкий саморез. И смотришь. А вот здесь вот я что-то вообще саморезов как бы глазами не вижу. Где же они? А вот они. Ну, как это так вот интересно? Это другие саморезы. Это маленькие, тоненькие, которые заглублены вовнутрь. Так спрашиваешь, сколько парной лет? Ну, вот это и конкретно полгода. И ты делаешь какой-то вывод. Ну, то, что дерево не отошло, все нормально. При том, что жесточайшая эксплуатация. Разницу ты видишь. То, что здесь вот эти видны. А вот эти элементы не видны. И это еще не все. Садимся дальше. Смотрим, что еще можно по полу сказать. Ну, наверное, мы вот понизу все сказали. Кроме того момента, что есть отбортовка. И ты видишь то, что здесь самая мокрая зона. А все в хорошем состоянии. Почему? Потому что здесь пустили плитку. Плитки вон хватило, ну, сколько здесь? С ладонь. Так. Теперь ты поднимаешь глаза чуть выше. Смотришь дальше. Что ты тут видишь? Первое. Ты видишь инструменты. В каком они состоянии в режиме жесточайшей эксплуатации? Конечно, в потертом. Но ничего не сгнило. Нормально. Ковшик смотришь. Ну, ковшик. Наладом дышит. Потому что недорогой ковшик. Так. Дальше. Спрашиваешь, а зачем тебе вот эта вот леечка? И спрашиваешь, зачем тебе вон та леечка? Тебе рассказывают, для каких процедур они используются. Там, для полива, чтобы голова закружилась. По кайфу стал после парных процедур. Смотришь. Наставки пластиковые. Все работает, да? Если, допустим, вставок нету, ну, смотришь другое. Я просто вот... Это баня, ну, просто вот как вот классическая. Просто вот как вот зайти и что посмотреть. Дальше. Смотришь так. Ничего не лопнуто. Тоже можешь спросить, а что где брали? Там тебе скажут, ну, в Леруа или там на Алиэкспрессе. Ты делаешь свои выводы. Так вот все потрогал. Там ничего не разболтано. Это очень важно. Потому что в своей бане ты будешь париться намного меньше, чем полгода, чем вот парная на коммерции. спрашиваешь, а почему вот в таком вот виде какие-то элементы? Тебе объясняют. Мы используем здесь, как подставочка, здесь лежит чашка с солью, чашка с медом. И мы проводим здесь банные процедуры, там, по соляному выкатыванию, медовому обмазыванию и проще, и проще. И ты уже как бы встал на второй уровень и смотришь второй уровень. Так. Видны следы. Ну, все мытое, все чистое, но вот эта вот соль и мед, они впитались. И от веников ты видишь тоже всякие элементы дегтя и прочих вещей. Ты спрашиваешь, а это у вас чем обработана древесина? И получаешь ответ. Ну, конкретно здесь ничем не обработано, потому что здесь владелец считает, что должно быть натуральное дерево и запах натурального дерева, и все вообще по кайфу. И ты делаешь для себя вывод. Либо я буду использовать масло, или же другие пропитки, там, на основе воска, и у меня вот таких вот артефактов не будет. Либо у меня будет натуральное дерево, но для красоты, если мне эта особая красота нужна, мне надо будет делать перешлифовку. Потом у тебя, к примеру, вот рука, вот сюда вот идет. О, а это что такое? Валик. Так, сегодня попробуем, зачем нужен валик, зачем нужна вот эта вот вещь в бане, чем это отличается просто от лежания на доске, на досках, и зачем нужна подушка. Если тебе понравилось, ты спрашиваешь, братан, кто производитель вот этого всего? Ну, тебе парище говорит, о, это же такая-то, такая-то компания. Конкретно это Black Bunny. То есть это набивка там из шелухи, да, гречневой. Спрашиваешь, а что проминается, досыпать можно, не можно, заедает, не заедает. Те говорят, вот, знаешь, по-честному, да, ну, что-то проминается, просто покупаю пачку гречки раз в полгода и засыпаю. Тут есть возможность снять вот эту вот вещь, да, там, ну, с другой стороны тоже молния, вот сюда вот каждый кармашек можно забить гречка, в общем, вот что-то тебе рассказывает, потом ты, дальше. О, а вы тут проводите соляные процедуры, да, а как вот это отстирывается, не отстирывается, мед вот это вот, я говорю, вот, вот это не стиранное, а вот это вот, постирали стиралку, постоянно стираем, все отлично. То есть, вот, так вот делается вот с этими элементами. Дальше. Смотришь на полки, вот их, ширина, ложишься, сам про себя думаешь, удобно ли мне использовать такие полки по ширине, пошире мне надо, или поуже. Все же люди разного роста, разного телосложения, толщины, ширины, и главное, если ты парильщик, то ты думаешь, а удобно ли мне будет парить, то есть, вот с моим двухметровым ростом, метр девяносто два, удобно, вот у меня, ты кулак опускаешь, вот он касается, вот, это классика, это удобно, здесь парильщики высокие. Дальше. Если ты пришел с ребенком, то ты просишь его залезть вот сюда, да, ты залезай, если он может залезть, то ты понимаешь, зачем мне второй ярус, я сидеть не буду, поставить мне есть куда ведра, ребенок сможет сюда сам залезть, или не сможет. Если он сам залезает, то ты думаешь, ну, значит, мне и второй ярус не нужен, одного парильного стола, или вот такой вот классика, Г-образной формы, мне вполне хватит. Вот ты полностью глазами все осмотрел, что касается полка, и идешь дальше. Что ты видишь здесь? Ты видишь, отличное решение. Доска, 45 градусов, 45 градусов, каждый угол такой поставил, навтыкал веников, мне это решение нравится, или наоборот, нет, мне это решение не нравится, мне нравится, чтобы была полочка в ней, отверстие, и самому поставить тоже вот всякие травки. Ну и кстати, вдыхаешь и понимаешь, ну, к примеру, вынул, ну, или нос подставил такой, а вот это бякой пахнет, а вот это, о, вещь, то есть ты вот таким вот образом для себя решаешь. Дальше, спрашиваешь, а это что за затычка такая? Тебе говорят, это вентиляция, а как работает? Ну, вон там вот, а что, пластик можно? Можно. А это что там такое? А это музыка. А кто производитель? Тебе говорят, такое-то, а что, сгорело, не горело? Говорят, ну, горело или нет, не горело. То есть, таким образом, ты понимаешь, работает вентиляция или не работает, когда тебя будут парить, хватает тебе воздуха или не хватает. По соли, ну, вот, ты говоришь, а давно подставили? Тебе говорят, ну, столько-то. Ты смотришь, так внимательно разглядываешь, вот, там уже что-то потекло, да, надо тебе соль, не надо. Ты сам решаешь. По дереву тоже спрашиваешь, а что за дерево использовали? Ну, если ты в дереве разбираешься, сам понимаешь, какой сорт, то есть, вот смотришь, дизижн, вот так, перехлёст, леший стайл и всё такое. Вот вроде ты осмотрел всё, что здесь, ну, не касаемо печи, до неё мы доберёмся в последнюю очередь, потому что её топит, подожди, смотришь на потолок, вот он, известный можжевел, и ты такой, чувствую я его или не чувствую, полгода ему, что-то я не знаю, есть он, нет, ну, подожду, пока меня парить будут. Вот тебя парят, и ты понимаешь, чувствуешь ты можжевел или это просто дизижн. Далее, когда тебя парят, естественно, обращай внимание на веники, ты можешь сам попросить, а можно меня вот этим вот укрыть какими-нибудь пихтовыми вениками, чтобы понять для себя, нужен тебе с пихтой заморачиваться или не нужно. Ой. Ну и что, переходим к печи, да. Во-первых, первое, что нужно узнать, даже не про печь. Печь покупается по остаточному принципу. Про дымоход спрашиваешь, а кто у вас дымоход, поставщик? Те говорят, тот-то есть нарекания, нету, или есть, прогорели. Дымоход это номер один. Желать на глазами, осмотри, как сделан проходной узел. Тут ты не поймешь, как сделан проходной узел. Лучше спроси, если надо. Дальше. Вот, к примеру, здесь стоит экономайзер. Видишь, вот, двигается от потоков воздуха. Покрути его, закрути, посмотри, что как работает. Фиксируется, вот он. Или наоборот, расфиксируется. Нужен для тебя экономайзер? Не нужен. Здесь конкретно стоит офигительная печка Варвара Сказка с закрытой каменкой, с регулировкой конвекции. И сейчас на сайтах большинства производителей есть раздел, где попробовать нашу печку. Большинство производителей банных печей правильно делают, что делают такой раздел. То есть, вот, я сегодня в Твери, да, вот, ты приехал в банный комплекс в Твери, да, ну, здесь их много достаточно, ну, к примеру, ты решил, вот, попробовать Варвару Термосказку. Тебя попарят, покажут, как работает, что жрет, сколько прет. Пар сам попробуешь. Эта дверь открытая, съемки делаю. Поэтому, ну, вот, все сам для себя решишь, спросишь, а как долго печка стоит, а что сам скажешь, братиш, я же не видео снимаю, это я видео снимаю, а ты-то не снимаешь. Че, как тебе печка нравится, не нравится, тебе все скажут, объяснят, покажут, дадут самому поплескать, побахать. Вот, собственно, вот таким вот образом я бы тебе рекомендовал ходить по парным. бремя поставить лайк, потому что я постарался. Сейчас вот печку топит, тут уже жарюшка такая небольшая, я уже даже вспотел. А как говорится в России, кто не вспотел, тот не работал. Вот я поработал, а ты мне лайкос запихал. Давай. Все-таки полезная информация. Субтитры сделал DimaTorzok